Ночной приветик, настало время покормить Катриэля. Он уже отошел после Линьки, сутки прошли, так что можно смело кушать. И он, кстати, кушать хочет до нельзя. А, говорит, я хочу, хочу. Скажи, я же должен был в субботу, в ночь на воскресенье есть. А из-за Линьки все сдвинулось, а кошмар. Идайте хоть что-нибудь, что же это такое. Угу, мы еще доедаем. Такие некрасивые кормовые объекты, которые благополучно таяли у меня в верхней части морозилки, когда не было света. Ну, повторно заморозились, выглядят не очень, но ничего. Змеи нормально их едят, никаких проблем. Да нашел, нашел, кушай, все нормально, еще и с нужного направления. Давай, давай, как я учила, с головы. Во, давай, давай, я в тебя верю. Во, видишь, замечательно, молодец. Вот как слушаешь меня, так все получается сразу. Отлично. Ну, и теперь главное запихнуться. Ротик расширить. Да, и кушать. Из-за того, что, конечно, все у нас сдвинулось по кормежке, теперь мне немножко неудобно, потому что карамелька так и будет кушать в субботу, а вот малыш теперь вот сдвинулся немножко. Ну, ничего. Потом стопудово как бы и карамелька линят надумает, и опять выровняются кормления. Все будет нормально. Ну, и как уже сто раз говорила, кому не нравится, просто не смотрите. Я просто показываю, как это происходит. Причем вот даже хорошо заметно, как вот расширяются связки нижней челюсти. Да, и ребенок старается, запихивается. Как только плечевой пояс проглотит, процесс пойдет намного быстрее. Дальше все мягче и глотать удобней. Вот такая голова всегда проблема, и плечи. Поэтому с головы всегда лучше начинать. Давай, солнце, давай. После линьки реально весь блестящий, красивый. Переливается. Скажи, оленька, это значит мы растем. Дело нужное, полезное. Вот так вот старается запихнуться. Все у нас получится, я верю. Давай, давай. Уже почти плечи, плечевой пояс запихнул. Как только проглотит, и процесс пойдет намного быстрее. О, умничка. Скажи, ну еще бы я не умничка-то, наголодался-то с субботы. Ну, просрочка, скажи, 4 дня практически. Караул. Вообще кошмар. Кстати, да, они не как пауки. То есть пауки перед линькой тупо сами отказываются. А эти товарищи бы жрали. Ну, то даже расширится тело, области желудка. И нормально чулочком они не полиняют. Поэтому владельцы змей сами контролируют, смотрят. Как только мутнеют глазки, появляются признаки линьки. Змея не кормится, пока не полиняет. Это железное правило. Нарушать его не нужно. Ну, вот видите, как только плечи глотнул, все. Уже мы ноги заглатываем задние, без проблем. Отлично. Молодчинка, мужчинка. Все, запихнулся. Хорошо тут глотать. Оно небольшое, мягенькое, растаявшее. И кормовые объекты греются в водичке. Я уже не раз показывала. То есть он слышит, что оно теплое. Думает, что оно живое. И активно кушает. Но также слышит и по запаху. Вода запах сильно не перебивает. Так что все нормально. Давай, поправляй челюсти. И я буду возвращать тебе имущество. Какой весь блестящий. Гляньте. Красота какая. Ух. Ну и все. Гватнул. Запихнулся. Осталось в желудок протолкнуть. И все нормально будет. К живуду переваривать. Вверх вот так вот выглядит. Вот он волнообразными сокращениями пропихивает кормовой объект желудок. Старается ребенок. Да. Вот так вот. Причем в этот момент тревожить его пугать нельзя. Если сильно доклепаться к змее, можно спровоцировать срыг. То есть она может срыгнуть змея, чтобы спастись бегством затем. Но это нарушает пищеварение. Срыги опасны для здоровья. Поэтому покушавшего малыша я не тревожу. Сейчас верну всю мебель на место и пусть отдыхает. Продолжение следует.